Доброго времени и суток, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео из рубрики посылок из Китая. Но, в принципе, этот товар не только в Китае продается, он продается также и на Амазон, и на Яндекс.Маркете. Ну и, в принципе, как бы, как всегда, по традиции, можешь заглядывать в описание, там много полезных ссылок для тебя. Сегодня у нас на кратком обзоре и на распаковочке будет вот такой вот свет от Уланди. Мини, или даже, можно сказать, микросвет, поскольку мини-свет у меня уже был, это был VL47. Вот он, собственно, а вот это вот микросвет, VL15, который подойдет, кстати, ARGB. Тут у нас надо использовать специальные фильтры, картриджи, так их можно назвать. Фильтры, короче, да, световые. Здесь этих фильтров нет. Здесь все работает вот таким вот образом. И, как всегда, по традиции, не будем долго затягивать, приступим к нашей распаковке. Погнали! Так, поступает он вот в такой вот коробочке. Наш свет Уланди VL15. Откроем наш скотчек. Все будем делать с рук в этот раз. Да, такой свет будет хорошо, если вы снимаете какие-нибудь тиктоки. Ну, короче, использовать этот свет хорошо с вашим смартфоном. Так, такая вот фиговина у нас тут. Со стрелочкой. Ну, понятно. Что у нас там? Документация. Вытащим внутренности. Посмотрим, что там еще в нашей коробке. В нашей коробке там кабель Type-C на Type-A. Посмотрим быстро нашу документацию. Вот так вот он включается. Горит у нас уже зеленый свет. Синий. То есть, просто кнопочка, а и нажатием этой кнопки вы переключаете сценарии. То есть, вот, нацепили мы на наш смартфон его. Вот так вот это все подсвечивает. И, что самое прикольное, что он миниатюрный и можете брать всегда с собой. Тут у нас, собственно, резьба для штатива. Очень универсальная штука, я скажу, в паре со смартфоном просто must have. Но, правда, сценарий у этого света не так много. Поскольку у нас только одна кнопка на борту. Тут, кстати, индикатор зарядки. Вот, собственно, как выглядит. Просто свет, который примерно 5000 кельвинов на глазок. И вот так выглядит без света. А со светом вот таким вот образом. То есть, светит для своего габарита достаточно ярко. Да, вот, допустим, возьмем мы такой маунт. Тоже от Уланди. МТ34. Включим. И вот, допустим, у нас тут есть место для холодного башмака. И можно вот так вот приделать наш свет, допустим. И сюда вот смартфон. Да, то есть, или вот таким вот образом, если использовать просто маунт для смартфона. Да, распаковка, как понимаешь, лаконичная. Но зато эта штука мультизадачная. А тут даже есть специальное отверстие для холодного башмака. Под холодный башмак. То есть, это все вот таким образом крепится. И у тебя появляется еще одна резьба. То есть, сюда либо свет. Но, как бы по классике, это отверстие задумано под микрофон. То есть, под какую-нибудь маленькую пушечку телефонную от Boy или от Road, допустим. И можешь, собственно, снимать себя с таким вот мини-светом на телефон. И использовать мини-микрофон-пушку, допустим, как вариант. Или же можешь взять штатив. Тут есть резьба уже. Так же, как и у VL49. У VL15 тоже есть внизу резьба. И можешь использовать с такой вот мини-треногой. Ну, либо с любой другой мини-треногой. Этот свет, как, скажем, выставить его сбоку где-нибудь. Или на вашей, допустим, распаковочке. Кстати, мне очень пригождается теперь этот свет, если я снимаю что-нибудь со своего смартфона. Допустим, какие-нибудь под съемы. А если ты, в принципе, снимаешь на смартфон, то эта штучка, в принципе, must have. Она поместится в твой карман. И с тобой всегда будет вот такой вот свет, который переключается. И последним у него идет, вот после белого, у него идет вот такой вот переключающийся свет. Правда, переключается он быстро. Хотелось бы, чтобы режимов было побольше. Но, в принципе, за такой ценник удобоваримая вещь. Ссылочка, как всегда, будет в описании. Ну, а с тобой, как всегда, был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.